Проведением курсов английского языка общественное объединение «Шаг» занимается с 2006 года. На протяжении долгого времени с кустанайскими школьниками занимались волонтёры. Сегодня в организации три преподавателя и один волонтёр из Соединённых Штатов Америки. Курсы проводят для детей от трёх лет. Атмосфера не та. Это такой уголок английского языка, куда они приходят. Здесь проходят занятия полтора часа. Начало этого, конечно, новый материал, новая грамматика, лексика. А в конце мы обычно проводим такой, как мы это называем, «активитис», где дети используют материал уже в общении и в какой-то игровой форме. Недавно организация стала обладателем мигранта посольства США в Казахстане. По программе «Акцесс» в Кустанай отберут 20 детей от 13 до 15 лет. Это будут ребята из семей с низким достатком или из неполных семей. Но дети должны иметь хорошую успеваемость в школе и быть яркими, активными и талантливыми. Знание английского языка не обязательно. Ребята получат двухгодичную стипендию при поддержке Конгресса США. В течение двух лет мы детей будем обучать английскому языку. Будут проводиться различные тренинги, семинары. Будут дети наши участвовать в социальных проектах. Будут принимать участие в языковых лагерях «СТЭП», которые проводятся в Сосновом Бару и на базе Кустанайского филиала «Челгу». С ребятами будут заниматься три раза в неделю по два часа. Два года школьники будут обучаться совершенно бесплатно. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 октября. Уже 24 и 25 числа комиссия с представителем посольства США выберет 20 школьников. 10 мальчиков и 10 девочек. Как отметили в отделе образования, уровень знания английского языка кустанайских школьников сегодня находится на неплохом уровне. Обучение детей начинается с детского сада. Помимо этого, для школьников есть и другие возможности для изучения языка. Есть лагеря лингвистического характера. Вот, допустим, по изучению английского языка. Есть очень большая категория детей, которые хотели бы, как сказать, дополнительно позаниматься. Причем заниматься не у репетитора заплатно, а на бюджетной основе. И вот во многих школах, центральных, больших школах, у нас большое количество детей, которые занимаются в летний период. Либо в каникулярное время. Вот и весенние, осенние, зимние каникулы. Такие занятия, по словам Дана Гульс-Юндюкова, для школьников проводят в форме кружков. Они приносят большие результаты, так как занятия проводят волонтеры. А живое общение с носителем языка считают чиновники лучшее обучение. Павел Ржан Ержанов, Диар Ахмечин и Софья Чернова, РТН.